Ассаламу алейкум ва рахматуллаху ва баракатуху. Слава Аллаху, Господу миров. Мир и благословения пророку Мухаммаду, саламу алейкум ва саламу, его семье, его сподвижникам и всем праведным мусульманам. После моего вчерашнего видеообращения к руководству республики насчет беспредела начальника колонии поселения 32, уже через час ко мне приехали, начали звонить. Двери начали звонить на сотку. Я сразу понял, что это из колонии поселения приехали. И я вообще-то не понимаю, вот этого Кимура Анакулова услышать в свой адрес вот такие слова, которые там говорят весь континент осужденных, что он осужден, что он осужден в Афганистане, что он психопат, контужен, матерщинник. И после таких, выслушав такие слова в свой адрес, и после такого, хочет со мной еще иметь дело, вот не понимаю этого человека, да? И потом начали звонить моим родственникам, что это будет считаться за побег. За побег не будет считаться. Я тоже хорошо знаю законы. Мои адвокаты работают. 72 часа, у меня, в моем распоряжении еще есть, это трое суток. И за побег это не будет считаться. После 72 часов, да, может будет считаться. И со вчерашнего дня руководство этой колонии посредине, наверное, выставило охрану возле моего дома. Вон, во дворе шастают подозрительные типы. Я уже не могу выйти уже сутки на улицу. Все необходимое родственники приносят. И за эти 72 часа я буду решать вопрос только через руководство ГСМ, Государственная служба исправительных наказаний. И хочу обратиться лично к председателю Талайвейку Джапару. Неужели во всей Чуйской области, в Бишкейке, нету других колоний-поселений с нормальным начальством, с вежливыми интеллигентными людьми? Есть, есть. Я такое слышал от многих других колонщиков. И в Молдавановке там несколько колоний-поселений. В Бишкейке несколько колоний-поселений. 35-й, 37-й, 48-й я слышал. И что, обязательно, что я с этим садистом Тимуром Анапулом буду иметь дело и что-то в ожидании чего-то, да, большого, чего-то неприятного, крупного. Это мое личное обращение к руководству ГСМ при свидетельствах общественности Казахстана. А насчет Тимура Анапулова я еще раз повторюсь. Ты ослужил когда-то в Афганистане в составе спецназа, рос у тебя по 2 метра, контузии получил, про тебя говорят контужен, психопат говорят, что подтверждают твои полу-неадекватные, полу-неуменяемые движения, действия и речи, и маты, и непечатные слова. А может быть, Тимур Анапулов, ты бывший спецназовец, твой рост 2 метра, мой рост, метр 85. Может выйдем, а? Как по-мужиковски. Раз на раз выйдем и решим. Зачем наш скандал вмешивает общественность, широкую общественность? А? Давай выйдем. Один на один по-мужиковски. Если драку хочешь. Будет новое реалити-шоу на онлайн. Как Макгрегор с Мейвезером, а? Давай выйдем по-мужиковски. Все. Если ты спецназовец, я в уличный драчун, уделаю тебе 2 счета. У тебя там, я видел, из-за коррупционного вот этого воровства, у тебя живот вот такой стоп. Затк вот так пошел у тебя, знаю. В отличие от тебя, я сейчас натренированный. С форсал хожу, в уличный драчун еще. Жару дам еще. А если серьезно? А если серьезно? Серьезные люди в руководстве республики, в руководстве ГСН, решайте вопрос. Почему? Потому что этот Тимур Анаркулов довел многих людей в очень злашные места. Например, в прошлом году был осужден по имени Медель. Помнишь, Тимур Анаркулов? Ты тоже над ним издевался. Он взял столовой большой нож и погнался за тобой. Ты шиманулся, ломанулся в свой кабинет. Эля спасся. А этого Меделагу скрутили и отвезли в больницу. А в этом много убежавших я вспомнил русскую пару. Богославский и Владимир звали. 22-летний парень. Его жена Вероника была. Вероника была беременна, Меделага. Они убежали. Видишь, до чего-то довольче людей. Я многих вспомнил. Просто не до них сейчас. Из-за твоего зверства и садизма все от тебя убегают. В общем, у меня еще есть 72 часа. На онлайн-режиме буду сообщать о состоянии происходящего. Спасибо.